Синдром системной воспалительной реакции То можете сразу выключить это видео, потому что вряд ли вам будет понятно то, о чем я буду говорить дальше Но если вам все-таки интересно, продолжайте смотреть Тема сегодняшней лекции Системная воспалительная реакция Или синдром системной воспалительной реакции В англоязычной литературе вы можете встретить аббревиатуру SIRS Что расшифровывается как Systemic Inflammation Response Syndrome Итак, что же такое системная воспалительная реакция? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним воспаление, которое мы проходили на прошлых занятиях Как вы помните, локально воспалительный процесс проявляется пятью признаками Рубор, тумор, колор, далор и функция лезер Думаю, нет необходимости расшифровывать значения этих слов Все эти проявления локального воспаления обеспечиваются цитокиновыми взаимодействиями Здесь имеет смысл сказать, что такое цитокины Итак, что такое цитокины? Цитокины – это биоактивные вещества, сигнальные пептиды, с помощью которых иммунокомпетентные клетки осуществляют взаимодействие друг с другом По большей части цитокины действуют локально, в месте их выделения Условно, цитокины можно разделить на провоспалительные и противовоспалительные К провоспалительным цитокинам относятся интерлекин-1, интерлекин-6, интерлекин-8 и фактор некроза опухоли К противовоспалительным цитокинам относятся интерлекин-4, интерлекин-10, интерлекин-13 В норме при обычном локальном воспалении происходит установление равновесия между провоспалительными цитокинами и противовоспалительными цитокинами, что обеспечивает заживление, локализацию воспалительного процесса и успешную борьбу с инфекционным агентом. В основе системной воспалительной реакции может лежать как инфекционная природа, так и неинфекционная природа. В случае инфекционной природы мы имеем дело с сепсисом. Неинфекционной природы могут быть всевозможные травмы, передозировки наркотиков, разрывы аневризмы аорты, тампонада сердца, массивные ожоги и другие значительные повреждения. Системная воспалительная реакция протекает в три стадии. На первой стадии, в отличие от острого воспаления, происходит дисбаланс между противовоспалительными и провоспалительными цитокинами. Это может произойти в случае чрезмерности повреждающего фактора или преобладания провоспалительных цитокинов над противовоспалительными цитокинами. Несостоятельность противовоспалительной цитокиновой системы может быть генетически детерминирована. В этом случае происходит дисбаланс и в системный кровоток попадают цитокины. В небольшом количестве, но этого достаточно для того, чтобы активировать макрофагии и тромбоциты. И те, в свою очередь, начинают выделять новые цитокины в системный кровоток. Это уже вторая стадия. Постепенно концентрация цитокинов в крови начинает нарастать. Из депо в кровь выходят нейтрофилы. Усиливается лейкопаэс. В печени синтезируются белки острой фазы. В крови накапливаются цитокины и другие биоактивные вещества. Наука насчитывает около 200 различных веществ, которые участвуют в воспалении в этот момент. Дисбаланс нарастает и постепенно процесс, расширившись от локального, переходит в генерализованную форму. При этом происходит дистантное возникновение очагов системного воспаления. Обилие цитокинов в крови, называемое цитокиновым штормом, перестает действовать на благо человека и начинает преобладать повреждающее действие цитокинового взаимодействия. Нарушается целостность эндотелия и в интерстиции из системного кровотока начинает выходить жидкая часть крови. Падает артериальное давление. Активируется ДВС-синдром. Синдром диссиминированного внутрисосудистого свертывания, что в конечном итоге может привести к моно- или полиорганной недостаточности. Если ничего не предпринимать, вышедшая из-под контроля иммунная реакция может привести к смерти пациента. Поэтому важно научиться вовремя распознавать синдром системной воспалительной реакции. Для этого придумано 4 критерия, по которым вы можете оценивать ваших пациентов и определять, есть ли у них синдром системной воспалительной реакции. Это частота сердечных сокращений выше 90 в минуту, тахикардия. Частота дыхательных движений более 20 в минуту, тахипноя. Уровень лейкоцитов менее 4 или более 12 на 10 в 9 степени клеток на литр. И температура ниже 36 или больше 38. При обнаружении двух и более из этих критериев, вы можете смело ставить диагноз системная воспалительная реакция и приступать к терапии. В чем заключается терапия при системной воспалительной реакции? Для начала нужно обеспечить внутривенный доступ и сразу же начать инфузионную терапию. Для этого подойдут электролитные растворы 0,9% натрий хлор или 5% глюкоза. Также подойдет растворы рингера или различные плазмозаменители. В них добавляем высокие дозы глюкокортикоидов. Подойдет 120 мг преднизолона или 16 мг дексаметазона. Такие дозы глюкокортикоидов позволят подавить вышедшую из-под контроля иммунную реакцию. Принципиальное отличие системной воспалительной реакции от острого воспаления заключается в том, что происходит системный ответ на локальную альтерацию. И воспалительные процессы теряют свою защитную роль и становятся главным движущим фактором патологического процесса. Итак, поняв механизм развития системной воспалительной реакции, научившись вовремя диагностировать это состояние и оказывать своевременную помощь, вы сможете спасти жизнь многим пациентам. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Продолжение следует...